День Святой Вероники, покровительницы фотографии. День фотографа. Святая Вероника, с памятью которой связан нерукотворный образ страждущего Спасителя, стала одной из популярнейших народных святых, несмотря на то, что некоторые церковные инстанции и критические исследователи высказывались против исторической достоверности Вероники и ее легенды. Попробуем восстановить события. Преданный и осужденный на мученическую смерть, Иисус Христос шел на Голгофу, неся свой крест на распятие. В шествии окружала толпа, сопровождавшая Спасителя на крестные страдания. Вероника слилась с людским морем и следовала за Христом. Изнеможденный Иисус пал под тяжестью креста, и Вероника, сжалившись над ним, подбежала к нему, напоила его водой и дала ему свой плат утереть пот с лица. Вернувшись домой, Вероника обнаружила, что на ткани запечатлелся святой лик Спасителя. Этот плат святой Вероники со временем попал в Рим и стал здесь известным под именем нерукотворного образа. В эпоху Средневековья почти каждая церковь имела изображение Вероники с ее сударием, потовым платком. В мистериях Средневековья Вероника также заняла прочное место и поныне является главной фигурой шестой остановки крестного пути. Предполагают, что имя Вероники представляет собой искаженное от латинского vera icon – подлинный образ. Так называли плат Вероники, отличая его от других образов Христа. Впервые рассказ о святой Веронике появляется в апокрифических деяниях Пилата, относящихся к IV или V веку. Образ и деяния святой Вероники послужили тому, что ее почитают как покровительницу фотографов и фотографий. Поэтому этот день любители и профессионалы фотодела отмечают как день фотографа.